Живописный ландшафт, элегантный фасад, креативное решение. Для малого бизнеса крайне важен внешний облик. Ведь покупателя нужно заинтересовать. Нередко такие кафе, бутики, магазины становятся архитектурными изюминками. Некоторые предприниматели делают ставку на беспроигрышный вариант, оформляют помещения с ученым местной культуры и традиций. Работы, проводимые по благоустройству привлекающих территорий субъектами малого бизнеса, способствуют развитию общественных пространств. Тем самым привлекая внимание горожан и туристов к нашему городу Бобруйску. Происходит установка дополнительных малых архитектурных форм, посадка зеленых насаждений. Как правило, самые привлекательные – цветочные магазины. Обязывает антураж. Один из таких павильонов расположился на углу пролетарской и социалистической. Проект вынашивался давно. Пару месяцев назад при поддержке руководства города был реализован. В моем понимании цветочный магазин – это когда мы продаем красоту. Букеты и показываем людям, как это, когда красиво. Поэтому клумбы, которые засажены какими-то однолетниками или многолетними растениями – это вполне естественно. Он, естественно, в городе привлекает внимание. Тем более рядом ЗАГС центральный. К нам приходят молодожены, даже фотографируются на крыльце, потому что, ну, я понимаю, что людям зашло. Еще один объект сети появился в микрорайоне Киселевичи. Местные жители давно ждали здесь цветочный. В конце лета островок распахнул свои двери. Выполнен он в похожем стиле и придает этой части города особый колорит. Цветы всегда хорошо, вы же понимаете. Так что это прекрасно. Пускай будет от чего поставало помещение, так используется с локом. Я думаю, очень даже у нас тут поблизости ничего такого нету. Актуально будет в нашем районе. Чтобы удобно было, не надо ехать в город. Сразу, если тебе нужны цветы, на любой случай, по любому выбору, я считаю, что это прекрасно. Внешне хорошо выглядит. Открытое стекло показывает весь товар, который у него есть. Сразу можешь определиться, что хочешь. Очень красиво, мне нравится. Правда, вот действительно магазинчик, а не просто ларечек, а магазин. Можно внутрь зайти и посмотреть, что там. Среди цветочных есть и свои первопроходцы. 38 лет назад около Дома Связи открылся круглосуточный бутик. С тех пор появилось много других объектов. Возросла конкуренция. Но именно в этом павильоне выстраивается очередь. Притягивает ассортимент. В наличии под полтысячи экзотических, тепличных и комнатных растений. Не так давно магазин был реконструирован по новому проекту. Как признается владелец, поддержка городских властей была как нельзя кстати. Он много помог, много поддерживал мне на новый проект, новый это. Дал обещание, обещание выполнили. Он благодарен меня. Я тоже благодарен его. Он наш мир, мир города. Приятный современный облик, размещение арт-объектов и декоративных инсталляций способны закрыть сразу не несколько задач. Выполнить прямые пиар и маркетинговые функции, повысить инвестиционную привлекательность территории, преобразить район, увеличить количество продаж, нарастить туристический поток. И все-таки, каким бы ни был уникальным продукт, встречают по фасаду. Роман Костяков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.